Пора. Отрезок времени. Например, весенняя пора, наступление которой мы все ждём. Чудесная пора. Время, которое мы провели, очень замечательно. И пора, то есть пора. Сколько можно? Зачем тянуть? Всё уже! Именно с такими мыслями как-то проснулся герой нашего сегодняшнего сюжета и решил, что пора бы уже сделать предложение своей любимой. Всё-таки не первый год вместе мы уже. Уже почти 10 лет в этом году будет у нас. Познакомились мы после концерта с Савичевой. Да-да-да, помню. Это десятый год уже пошёл. Мы тогда были на концерте Юлии Савичевой. Музыка нас связала, да Савичева нас связала. Это я. Провёл её домой, пообщались, обменялись номерами. И так вот у нас закрутилось, всё завернелось. Как-то сидели мы с друзьями и думали, как бы сделать этот шаг серьёзный, как говорится, нетипично, как-то интересно. Придумали разные идеи. Были у нас гениальные и не очень. У Алика были самые экстремальные предложения, но я решил, что для девушки это будет шоп. Предложение было от моего друга хорошего, который работает у вас на телевидении, кстати. Предложение всегда интересно для девушки. Парень всё время участвует, он старается, но больше удовольствия получает именно девушка. Конечно же, каждая девушка мечтает о предложении. И исходя из прошлого года, когда у нас были у всех друзей свадьбы, мне тоже хотелось почувствовать себя невестой и услышать, ты выйдешь за меня. Я решил, что нужно сделать, то есть воспользоваться тем, что я работаю на телевидении. В один из вечеров мы собрались, и я попросил ребят поучаствовать в съёмках некого ролика для нашего телеканала. Но у нас серия роликов к 14 февраля, которые будут с понедельника у нас крутиться. Но это чуть позже будет, потому что в понедельник мы только смонтируем. Сейчас мы снимаем, что у Любовь слепа. У нас есть главная героиня, она одинокая, с котиками и что-то такое. Это не зависит. Да. И да, этот вариант мы поддержали, расписали, в один вечер сели, и прямо до утра писали, прописывали, как что надо сделать, как бы лучше получилось. Она с завязанными глазами. То есть, ну, это я вам в целом рассказываю, как оно будет выглядеть. То есть, заходят пары, которые сидят, они вот, у них всё хорошо, там, они там держатся за ручки, кушают пироженки всякие. Она одна сидит. То есть, мы её до конца ролика, мы не показываем её. Дай мне надо было. Самое смешное было в том, что я планировал, что когда будет жена уезжать якобы на съёмку, она просто психонет уедет, а я там буду прям вот, я буду злиться, кричать, буду не понимать, почему так произошло. А получилось, что жена так сыграла, что я прям вот замолчал, что я сам ей поверил. Я поверил, что моя жена именно злится, она убежала. Я просто говорю, всё, ну что теперь, Кира, садись. Девушки, они всегда что-то подозревают, если не заранее, то в момент вот этой встречи. А моя интуиция, она полностью отключилась. Самое такое большое опасение было, что Кира не захочет садиться вот на это место главной героини. Я не знаю, что тогда мной двигало, но я просто хотела помочь друзьям и спасти ролик, и села на её место. Таня, моя жена, когда мы утром собирались на съёмку, она себе делала там какое-то гофре, вот, и я её спросил, говорю, а ты уверена, что Кира будет именно с такой прической? Задумалась, потом она с девочками списалась, узнала, что у Киры будет хвост, позвонила мне, говорит, что делать? Я говорю, делай хвост. В итоге они приехали со скучными волосами, ну, то есть мы совпали с прическами. Момент волнительный, но я собрался, всё-таки готовился к этому долго, мы запланировали это заранее, нервы остались где-то вдалеке. И даже в момент, когда одели мне кольцо на палец, я ничего не понимала. Я вообще ни капельки не думала о том, что сейчас мне делают предложение. Я почему-то думала, что это, может, это по сценарию. И на самом деле я только к вечеру, наверное, осознала, что мне действительно сделали предложение. Я до сих пор об этом думаю каждый день, что, в принципе, каждая девушка хочет себя почувствовать особенной. Но я не думала, что настолько будет всё масштабно всё-таки. Я сказала «да». Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова